всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале спасибо что заглянули сегодня у нас мукбанг как вы поняли и сегодня наконец-то наш любимый макдональдс давно его не было я ждала всю бесплатную доставку вчера была бесплатная доставка но вчера я сняла уже мукбанг к тому времени обожаю мак и сразу бежит ко мне твиксик когда я что-то ем на проблема в том что он просит что-то когда ему даешь он не ест потом опять просит погода на улице оставляет желать лучшего подружка вчера звонила верить давай выйдем погулять я говорю на улице дождик такая погода я реально ненавижу в такую погоду гулять была бы у меня машинам под дождик я бы поехала в какой-то мол посидела попила бы кофе а сейчас переться вообще не охота моя любовь роллы мак наверно паста со сливками любая паста очень нравится вы его видите он съел наггетс и хочет еще один твиксик мамин твиксик обожает наггетсы весь в хозяйку моя копия маленькая на так давайте поотвечаю на вопросы вопросы вы можете позадавать моем сообществе те вопросы на которые я уже ответил их я стараюсь удалять чтобы не отвечать на один вопрос по три-четыре раза ева задает три вопроса привет тебе с лос-анджелес айка тебе тоже огромный привет первый вопрос растут ли цены в баку очень интересно узнать какую страну ты бы хотела посетить так давайте сначала разберемся с этими вопросами что касается цен ребят много вопросов вопросов из разных стран если вы живете в азербайджане вы наверняка в ютубе видели рекламу у нас подешевели шоколадки российским вообще российская продукция вся подешевела в это время по идее нужно закупаться не в обиду никому я просто не люблю эти шоколадки российские бабаевские вообще равнодушно вот например несквик шоколадка я могу душу продать за эту шоколадку столько и обожаю вот этот бабаевский все дела я не люблю милка даже наше производство не люблю вот поэтому смотря что например гели для наращивания в нейл по-моему это российское производство всегда стоил 6 сейчас стоит 450 везде подешевел процентов на 30 а так в общем если взять честно я не замечаю какую-то какую-то сильную поднятие цен какое-то сильно поднялись за у нас цены поднялись когда у нас закончилась война прошло где-то полгода и вот тогда у нас сильно поднялись цены я вам многократно об этом говорила и в мукбанках например красная рыбка сильно подорожала и так далее а сейчас такого не зуб дурачку понравились наггетс и он опять приперся правда вам его не видно но с ним вкус одинаковый твикс причем мой кот не отзывается на кс-кс он отзывается только на свое имя причем так отзывается даже если он спит в другой комнате ты просто говоришь твикс и он прибегает с распростертыми объятиями давайте завершим сценами можем грейпфрут подешевел брокколи подешевели вот что я заметила какого-то подорожания нету на продуктах точно например жена брата сказала что какой-то холодильник которые они хотели и смотрели он подорожал подорожал сильно но они смотрели его год назад и сейчас он подорожал то есть я не могу говорить про все отрасли но насчет продуктов но нету такого не так приятно что меня смотрят из разных стран и вот некоторые мне задают вопрос айка как ты все начинала вот как все начиналось моих первых видео я говорила что я лесгинка и вы знаете столько народа меня просто поддерживала потому что ты наша потому что лесгинка многие возможно не знают так как я живу в азербайджане многие думают что я азербайджанка на самом деле нет я лесгинка я всегда об этом говорю это моя национальность этим горжусь я помню когда я начинала как меня поддерживать лесгин им это народ небольшой но настолько сплоченный вот реально мне они очень помогали особенно когда ты только начинаешь канал для тебя безумно важен этот актив чтобы те кто-то писал комментарии чтобы кто-то смотрел твои видео то есть меня никогда не было что я ставлю видео и видео например набирая 10 просмотров 20 мои видео где там сразу начали набирать там по 200 по 300 просмотров потом через пару месяцев стабильно видео начали набирать тысячу ну и так далее рост пошел сейчас мне кажется у меня стабильно 40 тысяч набирает это неплохо это отлично меня полностью устраивает но я никогда не забуду эту огромную поддержку наших не то что я хвалю свою нацию вот зайди на любой канал какого-то лесгина к примеру наша все пишут там комментарии в тик токе вижу там девушка постоянно как я лесгинка и так далее открываешь комментарии наша сахара лесгияр и все такое тут когда вы открываете канал вам безумно важно иметь какую-то поддержку люди которые будут писать комментарии будут поддерживать тебя это могут быть не просто там не знаю лесгина могут быть просто родственники или подруги верные которые по несколько раз будут смотреть ваши видео эти видео будут выходить в рекомендации еще мне кстати спрашивали насчет канала на английском буду ли я заводить что я буду делать не знаю честно я не успеваю сюда как положено выложить контент конечно хотелось бы такой канал тоже иметь но в любом случае даже если не будет россии есть мои любимые казахи есть не знаю наши соседи есть азербайджан ну много всяких стран которые все равно будут продолжать смотреть поэтому насчет английского канала я вот так вот думаю ну я бы уже с нуля канал бы не начинала я бы заплатила 3000 долларов какому-то блогеру чтобы она выложила меня в сообщество или сделала пиар и уже не начинала с нуля потому что я изначально когда начинал свой канал я начинал с нуля и потратил очень много времени ну как много полгода год год я снимала без монетизации причем когда и начинала снимать видео наверное снимал не настолько интересно я заставляла свое окружение смотреть мои видео а сейчас я не заставляю но все смотрят прям любовь мак я конечно понимаю есть другие фастфуды намного лучше чем макдональдс не знаю для кого-то но для меня просто я душу продала за эти бургеры мой любимый бургер это макчикен я не люблю биг тейстиан биг мак сколько себя помню с универских времен я всегда покупала себе макчикен какую страну ты бы хотел посетить на второй вопрос даже не ответила много какие страны хотела посетить я очень давно хочу побывать в казахстане я очень хочу побывать где-то в африке америка вы знаете просто у нас не принято до свадьбы ездить отдыхать например с парнем поэтому с парнем не получается с подружками у одной семья у другой например нету интереса у третьей нету возможности и так далее вот нету человека который бы поехал вместе со мной по идее можно с мамой но мама тоже не особый любитель путешествий в этом плане мы с мамой очень похожи во многих вещах мне кажется мы с мамой очень похожи на этот новый год когда приезжал мой папа папа такой говорит при всех айка похожи на меня такая же трудолюбивая как я и тут мой дядя со стороны мамы нет айка похожа на мою сестру такая же трудолюбивая я так смотрю на них мне так приятно соус какой-нибудь как-то маловато заказала в этот раз я отлично котлетку нужно отдать твиксу а остатки съесть самой будешь пиксик прикиньте ему сколько наггетсов дала он все это сел вот что значит мать наггетс отдала сыну а сама ест обычный хлеб на этом все мои хорошие спасибо что посмотрели это видео до конца если вам оно понравилось то обязательно ставьте лайки если даже не для меня хотя бы для твикса один маленький лайк и не забывайте подписываться всех люблю пока